Новосибирск не очень богат на какие-то положительные, хорошие события и новости. И мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал хорошую новость. 1 июня в сквере за театром оперы и балета будет установлен памятник трамваю. 13 трамваю, который ездит, собственно, через этот сквер. Это трамвай, настоящий трамвай номер 13. Легендарный номер трамвая у нас в городе Новосибирске, наиболее протяженный маршрут. Он сегодня действующий, это маршрут. Поэтому он связан с оперным театром, он связан со многими памятными, его маршрут связан со многими памятными местами в городе Новосибирске. Мы с нашим МУПом Горэлектротранспортом договорились с тем, чтобы приурочить установку этого трамвая на постамент в сквере театральном за оперным именно 1 июня. Поэтому такое, мне кажется, интересное событие марка трамвая 7165. Ну, думаю, что это событие привлечет внимание не только новосибирцев, но и гостей нашего города. Ну, кто-то может решить, что у меня за спиной просто гора щебня, скальника и рельсы шпалы. Нет, это и есть тот самый постамент, на который администрация города и, естественно, спонсоры планируют установить списанный трамвай. И это будет считаться каким-то таким памятником и новой достопримечательностью. Изначально говорилось о том, что 13-й трамвай, он легендарный для Новосибирска. Не совсем, конечно, понятно, о каких легендах идет речь. Потому что, с одной стороны, с ним связаны определенные мемы и шутки. С другой стороны, хватало и дорожных происшествий, когда он несся без тормозов, снося все на своем пути. Хватало и того, когда он сходил с рельс. Но теперь решено поставить его в сквере, как украшение рекреационной зоны. Предварительно говорилось о том, что в трамвае будет какое-то микро-кафе. Но почему-то сейчас уже об этом речи не идет. Если в других городах устанавливают в скверах ракеты и самолеты, здесь будет стоять списанный общественный транспорт. Для того, чтобы людям напоминать о том, что трамваи, оказывается, у нас есть, были и, видимо, будут. Кто-то может порадоваться новой достопримечательностью, которая появится в центре города. Мэр ждет, что люди просто будут обсуждать. Видимо, ему все равно. В хорошем ключе будут обсуждать или критиковать. На данный момент сквер из себя не представляет что-то такое впечатляющее. Это вполне заурядный сквер, который, по сути, преобразован, реконструирован силами именно спонсоров. Он из себя и представляет, по сути, аллею спонсоров. Непонятно, конечно, на что тогда тратятся наши налоги. Но здесь и стелы благодаря спонсорам, и какие-то таблички, что деревья садятся благодаря спонсорам. Но сам сквер, конечно же, нуждается не только в разовом участии спонсоров и их внимания. Он нуждается во внимании чиновников, специалистов-озеленителей. Потому что на данный момент газон представляет из себя жалкое зрелище. Это не газон. Сегодня зона газона здесь, это часто редкие травинки, сорняки, одуванчики. Как такового газона, на котором хотелось бы посидеть, полюбоваться, его здесь практически нет. Мэру Анатолию Локтю надо понимать, что недостаточно найти спонсоров, для того, чтобы посадить 100 или 700 растений, деревьев, кустарников, травы. Эту траву, эти зеленые насаждения, необходимо еще поливать. За ними надо ухаживать. Этого ухода здесь нет. В результате те растения, которые здесь были посажены раньше, в прошлые годы, сегодня просто засохли. А зона газона много где представляет из себя просто песок, сухую землю, где не растет ничего. Такое впечатление, что Анатолий Локоть в очередной раз решил как-то дешево, не за свой счет, не за бюджетный счет, сделать какую-то конфетку. Но конфетки за бесплатно, как правило, не появляются. Есть опасения, что от задумки, от проекта до реализации здесь просто пропасть. И вместо изюминки в центре Новосибирска мы просто увидим какой-то хлам.